здравствуйте дорогие любители вязания посмотрите какую красоту мы с вами будем сегодня вязать шикарный ажурный узор с листьями изнанка тоже очень хороша узор можно считать двухсторонним и мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы раса григо она прислала к нам свою просьбу на электронную почту посмотрите какое красивое платье связано этим узором я не нашла источника откуда это платье кто его вязал из какого это журнала ну в общем абсолютно в интернете только есть фото этой модели и довольно таки нечеткие схемы вот более-менее четкую схему нам краса прислала и давайте посмотрим я для себя ее увеличила я себе тут сделала пометки чтобы разобраться ну и когда я начала вязать образец оказалось что узор не такой уж и сложный просто схема отличается от схем которые мы привыкли вязать прежде всего она отличается от японских схем тем что здесь в изнаночных рядах петли тоже вяжутся по схеме по условным назначением и вот видно что в каждом каждый ряд вяжется лицевыми петлями и лицевой ряд и изнаночный так вяжутся шетландские узоры раппорт узоры составляет 16 петель ширину и 34 ряда высоту но перед раппортом мы вяжем 9 петель для симметрии узора затем вяжем нужное количество рапортов у меня здесь связано 2 раппорта и 10 петель после раппорта вяжем то есть у меня здесь связано 9 петель до раппорта потом два полных раппорта по 16 петель и 10 петель после раппорта схему я как всегда почищенную подредактированную выложу в конце видео ну и в общем давайте будем начинать вязать я еще хочу предупредить что рапорт большой и в ширину и в высоту и я не буду диктовать медленно я советую прежде чем начать вязать не вяжите вместе со мной а посмотрите хотя бы часть видео сначала узор несложный просто когда вы посмотрите как вяжутся элементы вам непонятные вы уже разберетесь и сможете связать дальше и без меня кто без меня вязать не может не хочет то советую в настройках изменить скорость воспроизведения убавить скорость и уже на медленной скорости вы можете вязать вместе со мной вы можете записать последовательность вязания ну в общем вы девочки умненькие кто хочет тот разберется а я вам в этом помогу давайте будем начинать я взяла нитки потолще и спицы потолще образец у меня связан из тонкого акрила здесь 50 граммах 200 метров и спицы два с половиной а вязать мы будем из полушерсти 50 грамм 135 метров спицы номер три и ну конечно я не советую этот узор вязать из толстой пряжи все-таки он довольно таки нежный набираем на спицы 37 петель вместе с кромочными первую кромочную снимаю последнюю кромочную провязываю изнаночной вяжем первый лицевой ряд 9 лицевых затем делаем двойной накид это мы провязали петли до раппорта сейчас вяжем петли раппорта 1 лицевая снова делаем двойной накид и 15 лицевых делаем двойной накид закончили петли раппорта и вяжем петли после раппорта 1 лицевая двойной накид 9 лицевых 2 изнаночный ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой провязываем с наклоном в левую сторону 6 лицевых смотрим на схему мы довязали до закрашенные клеточки это значит нет петли схеме нет петли мы не обращаем внимание на эти закрашенные клеточки их будет много во всех изнаночных рядах и продолжаем вязать дальше провязали 6 лицевых и далее я уже не буду говорить петли до раппорта петли после раппорта я буду говорить общее количество петель вот после 6 лицевых мы вяжем 3 лицевых двойные накиды мы провязываем 1 лицевой у нас получается вот такая большая дырка 1 лицевая 2 лицевая и снова двойной накид провязываем лицевой петлей далее у нас на схеме снова нет петли 6 лицевых затем 3 петли провязываем двойной протяжкой 3 петли вместе снимаем 2 петли не провязывая на правую спицу следующую петлю провязываем лицевой и протягиваем ее через снятые петли вот 3 вместе лицевой провязали двойной протяжкой далее буду просто говорить двойная протяжка 6 лицевых снова пропускаем закрашенную клеточку 3 лицевых пропускаем закрашенную клеточку 6 лицевых 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая 3 лицевой ряд 8 лицевых двойной накид 3 лицевых двойной накид 3 лицевых двойной накид 8 лицевых 4 изнаночный ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 15 лицевых снова в центре провязываем 3 петли вместе двойной протяжкой 2 петли снимаем не провязывая провязываем следующую петлю лицевой протягиваем ее через снятые далее будет 15 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая 5 лицевой ряд 7 лицевых двойной накид 11 лицевых снова двойной накид 5 лицевых двойной накид 7 лицевых 6 изнаночный ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 15 лицевых 3 вместе провязываем двойной протяжкой 15 лицевых 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая в конце ряда 7 лицевой ряд 6 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых накид лицевая накид 2 лицевых 1 изнаночная 1 изнаночная 2 лицевых накид лицевая накид 2 лицевых 1 изнаночная и 6 лицевых до конца ряда 8 изнаночный ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 15 лицевых 3 центральные петли провязываем вместе двойной протяжкой 15 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая в конце ряда вот лицевая сторона 9 лицевой ряд 5 лицевых 1 изнаночная 1 изнаночная 3 лицевых накид лицевая накид 3 лицевых 1 изнаночная 7 лицевых 1 изнаночная 3 лицевых накид лицевая накид 3 лицевых 1 изнаночная 5 лицевых 10 изнаночная 1 изнаночная 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 15 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая как вы можете заметить уже как вы могли заметить у нас изнаночные ряды тут первой половине вяжутся одинаково но я уже провязываю вместе с вами 11 лицевой ряд 4 лицевых 1 изнаночная 4 лицевых накид лицевая накид 4 лицевых 1 изнаночная 4 лицевых накид лицевая накид 4 лицевых 1 изнаночная 4 лицевых 12 изнаночный ряд вяжем к точно также как мы вязали все изнаночные ряды 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 15 лицевых 3 петли провязываем вместе двойной протяжкой 15 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая это у нас изнанка это лицевая сторона 13 лицевой ряд 3 лицевые 1 изнаночная 5 лицевых накид лицевая накид 5 лицевых 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 5 лицевых накид лицевая накид 5 лицевых 1 изнаночная 3 лицевых 14 изнаночной ряд вот здесь уже изнаночные ряды вяжутся по-другому 1 лицевая далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево обычной протяжкой делаем накид 15 лицевых затем 3 вместе провязываем двойной протяжкой делаем накид 15 лицевых далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и 1 лицевая 15 лицевой ряд 1 лицевая сбрасываем накид делаем новый накид и провязываем лицевую петлю далее 15 лицевых снова дошли до накида сбрасываем его делаем накид провязываем лицевую петлю 15 лицевых и снова сбрасываем накид делаем новый накид и 2 лицевых конце ряда 16 изнаночном ряду мы снова будем сбрасывать накиды которые делали в 15 итак 16 ряд 2 лицевых сбрасываем накид и делаем новый накид 15 лицевых далее 1 лицевая накид сбрасываем накид делаем 15 лицевых затем 1 лицевая накид сбрасываем накид делаем и 1 лицевая в конце ряда провязали половину рапорта высоту у нас листья расширялись и сейчас мы начинаем их сужать а в центре у нас будет появляться такой же новый лист 17 лицевой ряд 2 лицевые накид и сбрасываем которые мы делали в шестнадцатом ряду мы накид и сбрасываем 2 лицевые двойной накид 15 лицевых снова накид сбрасываем делаем двойной накид 1 лицевая двойной накид 15 лицевых делаем двойной накид сбрасываем накид 16 ряда и 2 лицевые в конце ряда 18 изнаночный ряд 9 лицевых теперь 3 петли провязываем двойной протяжкой 15 лицевых снова 3 петли провязываем двойной протяжкой 9 лицевых есть мы двойной накид и провязываем лицевой петлю 19 лицевой ряд 3 лицевые двойной накид 13 лицевых двойной накид 13 лицевых затем делаем двойной накид и 3 лицевых до конца ряда 20 изнаночный ряд вяжем точно так же как вязали 18 ряд 9 лицевых двойная протяжка двойная протяжка 15 лицевых двойная протяжка 21 лицевой ряд 4 лицевых двойной накид 11 лицевых двойной накид 4 лицевых двойной накид 4 лицевых двойной накид 4 лицевых это мы привязали 21 ряд и вот сейчас 22 изнаночные от 24 изнаночный ряд 26 и 28 мы будем вязать точно так же как вязали сейчас вот 18 20 ряды давайте вы уже самостоятельно это у нас будет 22 изнаночный ряд 9 лицевых двойная протяжка 15 лицевых двойная протяжка 9 лицевых давайте самостоятельно вот эти 4 изнаночных ряда будем провязывать 23 лицевой ряд 2 лицевых накид 2 лицевых 1 изнаночная 9 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых накид лицевая накид 2 лицевых 1 изнаночная 9 лицевых 1 изнаночная 2 лицевых накид и 2 лицевых 24 ряд вяжем точно так же как вязали только что 22 25 лицевой 2 лицевых 2 лицевых накид 3 лицевых 1 изнаночная 7 лицевых 1 изнаночная 10 лицевых 1 изнаночная 10 лицевых 1 изнаночная 10 лицевых лицевых накид и 2 лицевых двадцать шестой ряд вяжем точно так же как вязали 24 27 лицевой ряд 2 лицевые накид 4 лицевые 1 изнаночная 5 лицевых 1 изнаночная 4 лицевые накид лицевая накид 4 лицевые 1 изнаночная 5 лицевых 1 изнаночная 4 лицевых накид и 2 лицевых двадцать восьмой изнаночный ряд вяжем точно так же как вязали только что 26 29 лицевой ряд 2 лицевые накид 5 лицевых 1 изнаночная 3 лицевых 1 изнаночная 5 лицевых накид лицевая накид 5 лицевых 1 изнаночная 3 лицевых 1 изнаночная 5 лицевых накид и 2 лицевых 30 изнаночный ряд 9 лицевых далее двойная протяжка делаем накид следующем ряду мы снова будем этот накид сбрасывать 15 лицевых снова двойная протяжка делаем накид 9 лицевых тридцать первый лицевой ряд 9 лицевых делаем накид делаем накид сбрасываем накид предыдущего ряда провязываем лицевую петлю далее 15 лицевых снова сбрасываем накид делаем накид новый и провязываем лицевую петлю и 9 лицевых петель до конца ряда тридцать второй изнаночный ряд 9 лицевых провязываем лицевую петлю делаем накид сбрасываем накид предыдущего ряда 15 лицевых провязываем лицевую петлю сбрасываем накид и делаем новый накид 9 лицевых тридцать тридцать третий лицевой ряд 9 лицевых двойной накид сбрасываем накид предыдущего ряда 1 лицевая двойной накид 15 лицевых снова делаем двойной накид сбрасываем накид предыдущего ряда провязываем лицевую петлю делаем двойной накид 9 лицевых тридцать четвертый лицевой ряд 1 лицевая 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево 15 лицевых 3 центральные петли провязываем двойной протяжкой вместе 15 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая в конце ряда все мы закончили с вами вязание образца провязали 1 раппорт ширину и 1 раппорт высоту до вязание получается неровным листья ромбы получаются выпуклыми но когда мы сделаем влажно-тепловую обработку мы получим вот такой замечательный узор согласитесь он очень красивый давайте скажем спасибо раса григо за идею мастер-класса ставьте лайки если вам понравился этот узор пишите комментарии присылайте к нам интересные узоры мы будем делать по ним мастер-классы подписывайтесь на наш канал приглашайте к нам своих друзей и присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом я желаю вам здоровья и мира добра и позитива удачи и ровных легких петелек пока пока